Девушки отдыхают Какой сказочный персонаж владеет тремя языками? Затрудняюсь ответить. Я не знаю, Морозка нет. Я уже давно сказки не смотрел. Всем привет! Это шоу «Вопросики лучше». Мы долго думали и выбрали участников, которые оставили след в наших сердечках. Готов? Нет. Вы видите, на кону деньги. На кону деньги? Давайте скорее смотреть. Погнали! Иногда легкие деньги – это не так уж легко. Например, когда это первый этап нашего шоу. Мы задавали одинаковые вопросы взрослым и детям. И собрали самые интересные. Из начальной школы по 100 рублей, из средней по 500, из старшей школы за целую тысячу. Если правильно ответить на вопрос, получите 100 рублей. Нужно будет назвать месяца в обратной последовательности. В обратной. Боже, это было великолепно! О, у меня есть 100 рублей! Как здорово! Хорошего тебя дня! Смотри себе на солнце! На телеканале солнце! А, ладно! Какой сказочный персонаж владеет тремя языками? Подумаем. Ну, он прям в прямом смысле владеет именно тремя языками. Правильно отвечаете – 100 рублей на кону. Сказочный персонаж. Сказочный персонаж, который владеет тремя языками. Ну, могу дать небольшую подсказку. Язык именно не как знание, а как вот, ну, язык. Языками? Да, языками. Своей Горынычкой? Да, это абсолютно правильный ответ! Я тебя поздравляю! Ты выигрываешь 100 рублей! Спасибо. Я не знаю, мороз-то нет. Я уже давно сказки не смотрел. На самом деле, это Змей Горыныч, у него же три головы и, соответственно, три языка. Ладно, спасибо большое за участие. Давайте опять. Привет! Телеканал «Солнце» – шоу «Вопросики». Мы проводим соревнования между детьми и взрослыми на знание школьной программы. Вопрос будет из начальной школы. Если вы ответите правильно, то выиграете 100 рублей. Готовы? За деньги, да. За деньги, да. За деньги, да. Деньги, 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 да. Кто первым нашел теремок в лесу? Сейчас. Нашла его первая мышка. Мышка? Мышка наружка, да это правильный ответ! Готов? Нет. На кону деньги. На кону деньги. Давай попробуем. Вопрос написать рублей по-русскому. Как правильно писать слово типа? Т-И-П-О. Продиктуйте по буквам. Т-И-П-О. О! К сожалению, это неправильный ответ. Да, Т-И-П-О. Давай, учи русский и все будет хорошо. Спасибо. Какое число получится, если перемножить все цифры на клавиатуре телефона? Давай. 12 умножить на 23. А-а-а, один-один-один-один-один-один. Умножить на 34. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Умножить на 45. Умножить на 56. Умножить на 67. И умножить на 68. И умножить на 79. Какое получится? Именно все цифры? Я не знаю. Получится ноль. Это правильный ответ. Ноль. Ну да. Ладно, спасибо большое за участие. Ты зарабатываешь 500 рублей. Смотри, если отвечаешь правильно, сможешь выиграть 500 рублей. О, отлично. Если неправильно, то нет, 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 вы ничего не должны. В общем, вопрос по географии. Ашхабад, столица какой страны? Вау. Надо ответить, в варианте, будет. Да, это Ашхабад. Не знаю. Турменикистан. Турменикистан. Нет, подождите, сейчас. Турменикистан. Турменикистан. Турменистан. Да, это правда! Нет, я вас поздравляю! Ура! И вот твои 500 рублей, я тебе поздравляю. На что вытратишь выигрыш? Что-нибудь куплю себе. Слетаешь в Турменистан? Да. Привет! Правильно отвечу на вопрос, получишь 1000 рублей. В каком году пришел к власти Борис Ельцин? Ты знаешь ответ? Ну ладно, пока. В каком году пришел к власти Борис Николаевич Ельцин? Так. В тысяча... Нет. Так, тут два вопроса, два моментика. Тебя еще не было, а Борис Николаевич уже к власти пришел. В 2000... Сука, я малая! В 20-й. Нет, в 1991. Президент МРСФСР в 1991. В 1993-м, после принятия Конституции, президент России. Ну, ладно, ты все равно большая молодец, за я пизюню. Все, зато себе новый факт. Вот ваши 1000 рублей, это бомб! Спасибо вам большое за участие. Как вы так хорошо знаете? Увлекаюсь современной историей России. Правильно отвечать на вопрос, получишь 1000 рублей. О-о-о! Да, все, играем. Как можно перевести английскую поговорку? Изи-пизи, леймон-сквизи. Типа, легче легкого? Да, это абсолютно неправильная ответка. Откуда вы знаете? Блин, на самом деле, это легче легкого, очень легко. Вопрос из старшей школы по астрономии. Что станет Землей, если она перестанет вращаться? Как будто очень легкий вопрос. Ну, половина Земли как минимум замерзнет, остальная половина как раз, когда не пойдет, солнце вымрет. С одной стороны, постоянно бы день был, а с другой постоянно ночь. Ну, на самом деле, сила гравитации солнца присунула бы просто нашу планету. Короче, она упадет на солнце. Угу. Привет, это телеканал «Солнце» шоу «Вопросики». Мы проверяем детей и взрослых на знания школьной программы. Готовы ответить на вопрос? Да. На кону 500 рублей. Вряд ли вы знаете имя швейцарца Даниэля Питера. Но вот его изобретение знакомо всем сладкоежкам. Как думаешь, что это? У меня есть варианты ответа. Мороженое, молочный шоколад, бизе или шоколадный фондан. Ммм, шоколадный фонтан? Вообще не знаете, нет вариантов. Даже не представляю. У меня есть подсказка, чтобы ты получше подумал. Давай. Держите, подумайте. Держи подсказку. Не понимаю, что сейчас. Ладно. Даю вам еще одну подсказку. Итак, вот ваша еще одна подсказка. Подумайте, вот что-то связанное с этим. Ну, судя по тому, что тут написано молочный шоколад. Ответ – молочный шоколад. Может быть, молочный шоколад? Это правда. Я тебе поздравляю. Вы получаете 500 рублей от телеканала «Солнце» и сладкий подарок от Аленки. Прикольно. Это вам. В каждой пачке целых 10 штук. Хватит нам много вопросиков. Спасибо большое. Я тебя поздравляю. Петюня, большая молодец. Спасибо большое за участие. До свидания. До свидания. У каждого из нас в школе есть, а у взрослых был любимый предмет. На этом этапе мы предлагали нашим игрокам выбрать историю или физику. За каждый правильный ответ в зависимости от сложности вопроса. Можно было получить по 100, 500 и 1000 рублей. Где нужно выбрать? История или физика? Так. История. История. Отлично. Ну, историю, наверное. Историю. То есть отвечаете правильно, получаете 100 рублей. Отлично. Давайте. А потратилось. Хомо сапиенс. Это человек? Какой? Хороший человек или плохой? Нет. Немножко не в эту сторону. Вот смотри, ты там красивая, а вот смотри. Говорю умный. Умный. Ну, практически вы были близки. Разумный. А, разумный. Спасибо. Давай пять. Хомо сапиенс. Это человек. Разумный. Это абсолютно правильный ответ. И как человек разумный, вы получаете 100 рублей за правильный ответ. Спасибо. Я вас поздравляю. Спасибо большое. Здравствуйте. Это телеканал «Солнце». Шоу «Вопросики». Мы проверяем детей и взрослых на знание школьной программы. У вас будет вопрос на 100 рублей. Давайте. Готовы? Когда был изобретен вечный двигатель? Затрудняюсь ответить. 1700 какой-нибудь. Ну, вообще-то еще не изобретен, по-моему. Это абсолютно правильный ответ. Вечного двигателя еще не изобрели. Спасибо большое за участие. Вот ваши 100 рублей. Я вас поздравляю. Спасибо вам большое. Мы проверяем детей и взрослых на знание школьной программы. Давайте. О, готовы, девчонки. У нас есть три вопроса по истории. На 100, 500 и 1000 рублей. Давайте на 500. На 500 рублей. Такой среднячок. Окей. Когда началась Вторая мировая война? 1941 год. 1939 год. Это абсолютно правильный ответ. Я вас поздравляю. 500 рублей ваши. Многие на этом путаются. В 1941 началась Великое Отечественное, а Вторая мировая в 1939. Спасибо. Вы были близко. Спасибо вам большое за участие. Как думаете, кто победят? Дети или взрослые? Дети. А почему? Дети умнее. Пока-пока. Спасибо. Какой предмет вы выбираете? Давайте физику. Физику. Ну, уверена в себе. По физике у нас есть вопрос на 500 рублей. Правильно отвечаешь, получаешь деньги. В чем измеряется потребление... Потреблеть. Так, читай, чтение. Да. В чем измеряется потребление электроэнергии в быту? Келочицы. Нужно подумать. Ну, давай, давай. Киловатт в час? Киловатт в час, уверен. Я думала, киловатт в час, и я... Вот твои 500 рублей. Спасибо большое за участие. Батя заработала. Тогда вот вам вопрос по истории на 1000 рублей. Да. Надеюсь, ты сможешь ответить. Во время какой войны произошло уникальное рождественское перемирие? Я затрудняюсь ответить. Положение? Война. Первая мировая война. Да, это правильный ответ. Возможно, первая. Первая. Да, вы сказали первая. Это абсолютно правильный ответ. Это была первая мировая война. Следует вопрос по физике на 1000 рублей. Ого. Ого, играется. Давай по-взрослому. Каким словом в физике обозначается скорость света? Ну что, есть варианты? Скорость света. Время – это «Т». Расстояние – это вот «С». «В». Ну, а вот скорость света? «В». «С». Как русское «С». «С» как русское «С». «С» как русское «С». Да, это правильно. Ты выигрываешь 1000 рублей. Секунду, секунду, секунду. Тоже участвуйте. Купите тоже всем мороженое. Привет, телеканал «Санта» шоу «Вопросики». Проверяем детей и взрослых на знания школьной программы. Теперь остается вопрос на 1000 рублей от нашего гения Георгия Гостинского. А вот интересно, что получается из плодов прунуса армениака после процесса естественной дегидратации? Ну что, есть варианты? Арменин? Ну давай ты сможешь. А можно слезть чего просто сразу? Понятно, что мое изысканное изложение вам не по плечу. Давайте перейдем к чему-то более прозаичному. Что будет, если высушить абрикос? О, эти, сухофрукты. Курага. Это абсолютно правильно. Спасибо тебе большое за участие. Давай опять не расстраивайся. Это было гениально. Я вас люблю. Ой, спасибо. Самый легкий этап. Всего за одно произнесенное «да» или «нет» взрослые и дети получают деньги. 100, 500 или 1000 рублей. В зависимости от сложности вопроса. 38 попугаев. Это размер мартышки, да или нет? Нет. Удава. 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 Абсолютно правильно. Я тебя поздравляю. Самого высокого милиционера Москвы. Звали дядя Сема, да или нет? Дядя Сема? Да или нет. Дядя Степа, Степа. Это абсолютно правильный ответ. Я вас поздравляю. Нет. Нет? Нет. Да, это правильно. А как его на самом деле звали? Я не помню. Ладно, его звали дядя Степа. Да, это ваш выигрыш за правильный ответ. Спасибо. Держите. Это на самом деле ваш выигрыш, потому что вы правильно ответили. Ну давай. На кону 100 рублей. В общем, вопрос из средней школы на 500 рублей. Если правильно ответить, получится 500 рублей. Хорошо. Слово цыпленок пишется через «ы» да или нет? Пишется через «ы» да или нет? Это правильный ответ. Да. Да это правильный ответ. Вот ваши 500 рублей. Спасибо большое за участие. 500 рублей твои. Я помню, когда нам сказала ученица, это такую поговорку. Цыган на цыпочках цыкнул супленку циц. Закончила четверть на все пятерки. Все пятерки. В раме русского. В раме русского. В английской грамматике 12 основных времен. Вам нужно ответить «да» или «нет». Итак, в английской грамматике 12 основных времен. «Да» или «нет». Да. Это абсолютно правильный ответ. Я поздравляю тебя. Нет. А сколько? Шесть. Да вы еще. Нет, на самом деле, правда, 12. Спасибо большое. Да, я богатый. Все, хорошего тебя дня. Спасибо вам большое за участие. Иди по зову сердца, хорошо? Это тебе напутственные слова. Итак, вопрос следующий. Иосиф Бродский получал Нобелевскую премию? Да. Это абсолютно правильный ответ. Нет. На самом деле, он получал Нобелевскую премию в 1987 году. Да, это все интересный факт. Ну, ты большая, молодец. Замечательно, что твоя интуиция тебе смогла подсказать. Спасибо. Ты видишься? Спасибо. Вопрос на тысячу рублей. Из старшей школы по русскому языку. Если правильно отвечаете, получается тысяча рублей. Припрыжку. Это одно слово? Одно. Это абсолютно правильно. Это твой выигрыш. Спасибо. Куда ты знаешь? Учила русский язык. Спасибо, учительница своей. Слитно, слитно. Слитно? Да. Да, это правильный ответ. Вот ваши тысячи рублей. Это у них и натуральные. Настоящие, самые натуральные. Вот можете на солнце посмотреть. Оказалось, что в нашей стране очень много жадных и в то же время умных людей. И мы их всех нашли. Самых умных из умных, что касается знаний. И самых жадных из жадных, что касается денег. На этом этапе задавали взрослым и детям по три вопроса. Если вы отвечаете правильно на вопрос изначальной школы, то получаешь 100 рублей. Это будет твоя несгораемая сумма. Все, давай играем. Первый вопрос по музыке на 100 рублей изначальной школы. Кто взмывает выше ели, не ведая преград? Как у тебя с музыкой? Ну, нормально. Я недавно ходила на сольфеджи. На сольфеджи? Ну, мне кажется, ты должна знать эту песню. Крылатый качал. Крылатые качели, да. Это правильный ответ. Крылатые качели. Крылатые качели. Это правильный ответ. Крылатые качели. Итак, вот твои 100 рублей. Я тебя поздравляю. Это уже несгораемая сумма. Дальше идет вопрос на 500 рублей. Готовы? Да. Вопрос следующий по биологии. Банан. Это фрукт, трава или овощ? Угу. Банан. Это фрукт, трава или овощ? Как думаете? Ну, я думаю, что трава. Трава, да, это правильный ответ. Это трава достигает высоты до 15 метров. Это фрукт. Это трава на самом деле. Да? Это, думаю, тебе интересный факт. Все, спасибо тебе большое. Смотри все на телеканале «Солнце». У вас в банке уже 600 рублей. Хорошо. Я готова. Да. Еще на один вопрос. Отлично. Гумилев, Ахматова, Мандельштам. Это какой век русской поэзии? Серебряный век. Серебряный. Да, это правильный ответ. Вы что-то хорошо знаете литературу? Да, у меня золотая медаль. Я не зря училась. Вот. Ваши тысячи рублей. Вы идеально ответили на все вопросы. Спасибо вам большое за участие. И вот настал тот миг. У нас супер игра. И нам осталось лишь... Сенцов, Нудель. Фредди Павлович. Имя Валерий Павлович. Прозвище физрук. Сила, дисциплина, оружие, матирирующий взгляд и присказки. Суперспособность. Умеет засекать время без секундомера. Это финал. Задаем сложные вопросы со звездочкой. За правильный ответ 2000 рублей. Так как в жизни надо не только мозгами шурупить, но и про физическую форму не забывать, к каждому вопросу вам от меня дополнительное задание. Даю всего три минуты. Найдете умников, которые ответят на все вопросы, приму все нормативы. Не успеете? Накачайте мне все мячи. Баскетбольные. Без насоса. Вам все понятно? Да. На старт. Внимание. Марш! Вам нужно будет выполнить задание от нашего физрука. Сначала задержите дыхание и не дышите, пока я задаю вопрос на смекалку и с подвохом. Если выполнишь все правильно, то получишь 2000 рублей. Что, как я люблю. Давайте. Ой, вы на брундочка похожи. В 12-этажном доме есть лифт. На первом этаже живет всего два человека. Усвоили? Угу. Вы выдохнули? Угу. От этажа к этажу количество жильцов увеличивается вдвое. Вы выдыхаете. Угу. На каком этаже в этом доме чаще других нажимается кнопка вызова лифта? Все, можете выдыхать, выдыхать, выдыхайте. Давай еще раз. Все ж должны спускаться, не могут же они жить там сверху. Ну? Значит, ну первый этаж нажимается. Значит, первый этаж, ты молодец, я огромный, мой один, давай пять. На 12-м. Почему? Ну, оно же все время увеличивается, количество... Правда, член, на первом этаже. Все, и вас не спасла. Ну, совсем нет. Ну, спасибо большое, что попытались. Все, я побежала, до свидания. Держи этот, твои честные выиграны, две тысячи рублей. Спасибо тебе. Не, настоящие тысячи. Ну, пожалуйста, мне очень нужна ваша помощь. Мы проводим супер-игру. И вам нужно сделать задание и правильно ответить на вопрос. Ну, ты как будто бы не очень готов. Нет, я готов. Готов. Смотри, на кону две тысячи рублей. Слушайте вопрос и отвечайте на него, ходя по кругу уточкой. Умеешь? Уточкой. Уточкой. Ну, садишься. Вот так вот, типа. Сможете? А, прям так? Ну, хорошо. Вам нужно ходить по кругу уточкой. Смотри, вопрос следующий. Ну. Это не уточка. Это гадкий утеток. Однажды весною в час не бывало жаркого заката. В Москве на Патриарших прудах появилось два гражданина. Какое великое произведение начинается с этих слов? Есть варианты? Дальян. Давай, давай, быстрее, продолжай. Это какое-то прям очень известное произведение. В этом произведении еще разлили подсолнечное масло. Да, мама. Кот-бегемот. Для него это, видимо, просто котопес. Вы не останавливаете. Если правильно идти, то получит две тысячи рублей. Все, ладно, останавливайся. Это мастер и Маргарита Булгаком. Спасибо вам большое за участие. Давайте. Все, спасибо вам большое. Я побегу дальше искать правильный тест. Спасибо вам. Привет, телеканал Солнце, шоу вопросики. Мне очень нужна твоя помощь. В общем, физрук задал задание. Выручайте, выручайте. У нас суперигра. Физрук задал задание. Нужно и на физическую активность, и на ум. Вы как вообще? Я вас слушаю, да? Готовы? Нужно решить ребус и бежать с высоким подниманием бедра на месте. Мне очень нужна твоя помощь. В принципе, можешь начинать бежать. Так. Давай, давай. Не, повыше, повыше такое. У меня просто такое не принял. Бег с высоким подниманием бедра. Так. Вот так коленками. Давайте, давайте, давайте. Максим, быстрей, быстрей, быстрей. Раз, два, три, четыре. Ага. И в это время отгадывайте. Бегайте, бегайте. Давайте, продолжайте, продолжайте. И вот вам ребус. Нужно его решить. Давайте выше колени, выше, выше. Это не засчитает. Комсомолка, спортсменка, красавица. Прям вот надо вот так вот. Прям давай, давай, давай. Вспоминаю. Вот это что может быть? Ну, это след. След, да, правильно. Если две запятые вначале, то это что значит? Да, и лапа. Это не лапа, подумайте еще. След. След. Получается, две убираем и... Выше колени, выше колени. Дед. Выше колени. Давай, время уже поджимает. Тут, получается, у нас... Хочи быстрее, время, время, время. Вот. Дед. Дед Мороз. Это абсолютно правильный ответ. Дед Мороз. Дед Мороз, да, спасибо тебе большое, ты молодец. Фу, думайте, физически работать это тяжело. Ну что, как у тебя? Мне ответили. Ну, это тоже есть ответ. Красавцы. Вот так делай. Быстрее, выше, сильнее. Да, наши участники способны удивлять. Конечно, потому что они лучшие. А еще больше лучших в следующем выпуске шоу «Вопросики лучшие». Не пропустите и обязательно посмотрите. Всем пока! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова